термоядерный приветик с вами плейбой атомный только революция только победа да понятно да там снесли то у нас что было четверка вернет рока control 4 пошли в принципе control 4 переключились и пошли сюда восстанавливаемся здесь все ребята на патруль пошли вот так сюда и сюда все моя основная задача теперь убивать великана собственно я за этим энергию можно поставить на большую электростанцию вот эти маленькие я не мешают пока поэтому пускай работают нужно готовиться их допустим вот здесь да и еду 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 еще 56 здесь ничего не хватает уже 254 будет нормально древесины как раз не хватает 54 ну давай второй ряд домиков и вращаем в каменные пищи как раз не хватает лишь как зачарованное кольцо пища да наверное надо начать отыгрыша я что-то его не начинаем как значит расскажу немного про персонажа которого я хочу отыгрывать и можно поехать это человек из образованной но бедной семьи почему не через патруль пошли патруль сюда и вот так сюда кто там сожрали сожрали одного солдата бывает из образованной но не богатой семьи он решил быть вот этим генералом и спасать человечество по нескольким причинам одна из причин конечно слава деньги кто это у нас второй отряд иди сюда бегом сюда что тут что-то толпа прибежала они волнами наступают двойка давай упростим себе задачу и в патруль пойдем не будем до края карты доходи пойдем вот так вот там входит этот собственно большой мудак жирный четверка в атаку сюда закрываемся значит здесь буду я его встречать и великана легко всего убивать вот этой толпой который уже есть этого достаточно чтобы убить великана но нужно сделать некоторую подготовку а именно подготовить местность под встречу великана для того чтобы встретиться с великаном лучше всего делать вот такие колышки он не может пройти через вот такие колышки тупит и ему нужно время чтобы завалить хотя бы 1 1 вот такой вот заборчик поэтому вот в такой зоне с колышками его очень легко бы убивать собственно чё я и буду сейчас сделать подходим сюда виду какой 31 день до с головой хватает просто с головой хватает времени население 660 человек население не очень что поеде поеде у меня 98 нормально прям избыток еды здесь нужно еще поставить 40 на 46 хорошо не подходим назад хватит здесь солдат нормально встаем эта зона будет сделана для обороны от хребаного великана самая опасная штука еще сана да давай еще солдат погнали население пока все равно маленькая 660 человек должно быть тысяча камня не хватает еще значит построим еще деревянных домик вот так вот тут кстати вот эти можно просносить заборчики они уже не нужны да по отыгрышу значит то есть из образованной но не очень-то богатой семьи он хочет поправить свое материальное положение для этого он рискнул вот этим постом генерала и кроме того он хочет прославится к людям у нас оба снисхождение не имеет для него главное прославиться вот такой вот персонаж который будет у нас поставим вот финальный давай так и интересно на перед тем как еще отыгрывать роли интересное еще за наблюдение скажу которое вот я заметил чего раньше не знал я когда начал смотреть вот глазами именно руководителя дело в том что я изучал историю советского союза трех колхозов трех совхозов шести заводов авиаотряда то есть это аэрофлот там управление торговли управление строительство короче много чего изучал и и видел как на самом деле руководят по крайней мере в советском союзе ну жил в детстве на границе советского союза афганистана с боевым офицером который собственно и выполнял свою работу еды не хватает до узкое место это да я проглядел проглядел это узкое место давай здесь 40 поставим что здесь можно 56 даже хорошо буду знать но я поставлю вот с этой стороны если получится что-то поставить 18 где-то 20-19 давай 19 тут 17 за границами не очень-то хочу ставить за границами вот так а что показали вот эти когда я начал смотреть на собственно происходящее the billions глазами именно руководителя оказалось то что здесь и не показано руководство то есть здесь намешано одно с другим есть разные уровни руководства то есть есть на уровне отряда допустим у нас бегает отряд есть командир он указывает отряду куда бойцам бежать куда занимать позиции допустим пулеметчик за вот эту горочку солдаты здесь ложатся в линию или где-то вот здесь вот и соответственно а один кто-то отходит это все командует офицер в отряде его задача именно вот допустим там зомбаки разбить этих всех зомбаков и с точки зрения именно офицера отряда то есть руководителя малого вниз низкого звена ты смотришь вот здесь тактическую ситуацию и принимаешь решение вот как вы например водить хороводы или не водить хороводы отступать или нападать поставить стеночки и закрыться за этими стеночками вот это принимает такой локальный руководитель такие решения то есть допустим пошла волна зомби отряд направить сюда чтобы отбивать это не должен делать и руководитель всего поселения или как бы генерал это задача вот как раз вот таких и офицеров которые вот здесь в отряде например патрулирует это их работа но здесь все сделано все в мир смешано вместе и соответственно то что руководитель не должен делать большого звена высокого ранга здесь все равно нужно делать руководители типа генералов у них вообще другие свои задачи в них все стоит на уровне тактическом то есть вот допустим я здесь генерал что у меня задача отправить какое задание отдаю отправить опа о чем пришел подожди о чем пришел не трожь но не трожишь тебя же никто не звал тебя же никто не звал тройка на патруле пошла патрулировать вот так вот нормально взял пришел просто так его никто не звал а он пришел еще и отвлек прям жесть вообще ну ка я сделаю здесь на всякий случай тоже вот такие штуки чтобы он не ну если что хотя бы принять бой такой как есть по другому то не получится специально делаю такое пространство солдаты могут проходить а вот он как раз у него будут трудности в том чтобы продвигаться кто там еще пытается продвинуться ну солдаты давайте подойдите стоп отстрелили восстанавливаем на чем я остановился а да то есть уровень генерала генерал чем командует он командует просто вот у него есть карта он посмотрел на эту карту говорит значит здесь мы организуем палатки у нас военное поселение идет да вот они рядами там 1 2 рота 3 4 5 6 вот так вот они располагаются потом что мы сюда отряд 1 направляем зачистить территорию разведать зачистить территорию сюда отряд 2 сюда отряд 3 4 заказываем у себя в поддержке допустим там танки артиллерии вертолеты чему надо еще больше солдат все вот это мои задачи я сделал я выдал эти задачи как главнокомандующий и теперь могу себе отдыхать а уже именно офицеров отряда в задачу вот они прибыли на место и как они будут зачищать территорию что они будут делать это уже решать им на месте здесь же все смешано вместе здесь даже больше смешано чем вот это это я грубо так показал а на самом деле еще более сложная ситуация потому что есть офицеры вот он снова пришел ну отходите чё он пришел чё ему не не мется на месте ну все придется в атаку идти всем сюда а по другому никак он сам решил напасть здесь только успевать строить эти колышки отряд подходи и начинаю вести огонь стоп ну пошли атаковать в атаку все здесь уже никак по другому не получится что у нас здесь еще солдаты давай сюда быстрее бегом сюда весь камень уходит на вот эти колышки ну давай деревянные тогда ставить пока хорошо если будут и деревянные не подойдет пока вот так вот стоп ну нормально вот этот отряд сюда подходи ребята живо живо назад живо назад стоп стоп все пошли нападать да отходим отходим стоп вот эти ребята живо живо сюда пожалуйста подступайте вот так вот стоп успеем в камень сделать наверное сейчас надо будет закупать камень я так и сделаю закупаю камень так вот эти колышки которые здесь не улучшены все в камень этот можно дерево оставлять пока не надо что еще не хватает камня да ну придется его убивать вот так вот он сам напал я не хотел на него нападать я стоял ждал себе дальше момента а вот он решил напасть и что тут сделаешь уже ничего только воевать только держаться ну пока вот этого хватит на то чтобы его сдерживать треть жизни кто умер а как умерли как он достал стоп солдаты пошли назад стоп а ёлы-палы достает каким-то образом а вы чё стоите чё вы смотрите это кто у вас такой дедушка морозы или клоун или кто тоже подходи сюда подходи сюда ещё солдат отошли стойте да ёлы-палы вот тут всех просто убивает он но мы справимся мы справимся отходим ещё стоп убейте зомби сзади которые подходят отряды давайте отсюда стоп ты видишь как они то до свидания ты смотри наконец-то наконец-то значит зомбак убит победа это победа это уже близко к победе да теперь осталось уничтожьте всех зомби численность населения тысяча здесь нормально бегают отряд первый отряд потерял достаточно много бойцов этот всего одного потерял ну давайте одного и перегруппируем control 3 все в атаку пошли устанавливается значит единичка сколько мне ещё трёх бойцов не хватает вот control 1 тоже пошли в атаку пошли в атаку зачищаем что тут ещё не зачищено вот эти ребята пойдут сюда работает отлично где у нас здесь отряды ну зачищайте тут все зачистили или нет через атаку проходите вот так сюда 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 пойдете да население у нас 810 еще нужно улучшить население максимум домов дерево деревянные дома погнали погнали ну всё пока всё что есть потрачено на дома кстати да куда они идут ага вот тут можно ещё поставить хорошо где ещё можно улучшайся солдаты ну так усилием да нормально справитесь эти ребятки на патруль давай только сюда пошли всё здесь очистили да походу здесь уже всё зачистили я не вижу ещё где давай через атаку сюда нет через атаку вот так так и вот так сюда кто там ещё есть я задачу выполнил уничтожить всех зомби нет ещё не все зомби уничтожены знаешь что преследовать давайте тоже преследовать какие там ещё зомби живыми остались 906 человек в поселении каменный дом каменный не хватает на каменный ну давай ещё деревянных раз два тут вот как раз будет три по-моему это как раз и максимум да поселение штурн раз два сделали ещё каменный как удобно квартальчик однако разместился ну вперёд уничтожайте всё да все зомби уничтожены сейчас и будет тысяча человек завершено поиск приехал девятьсот тридцать восемь ещё чуть-чуть и то тысячи помешаем здесь в камень вот здесь вот дерево электро мешает станция здесь что не знаю ничего вроде не мешает вот так вот не хватает именно дерево тут уже ничего не построишь да вот так вот жилой район правильно да блин здесь вообще ничего не поставил не можно поставить вот так вот и в принципе всё пищи не хватает вот это да дожил саша не хватает пищи давай заниматься а чё у них домик на 6 победа вот и всё наверное от следующей карты и начну отыгрыш да путь ну путь переграждает нам орда зомби давай посмотрим что если она представляет орда зомби в средине дороги орда из трех тысяч ну почти четыре тысячи зомби что же тех зомби свежие свежие да быстрый поселение спасибо походу свежие погнали наваляем наваляем знаете чё то дальше орды зомби пошли легче чем первые вот сейчас например знаете насколько большой тактикой нужно обладать чтобы уничтожить эту орду а фактически никакой не нужно обладать тактикой просто расставить солдат вот у нас да так сколько тут еще 750 отойдем чуть-чуть опа давайте комсомолку и всё да начинаем бой семь построиться вокруг каре встать в каре собственно знаете теперь понятно как воевали там англичане и французы с отсталыми рабами где-то в Африке потому что собственно сейчас настолько будет глубокая тактика переключим на убийство самых сильных что вы поразитесь смотрите вот это тактический прием стали по центру и и ничего не делаем ничего не делаем уничтожая всех зомбаков вокруг супер просто потрясно жесть как видите да вот такая вот орда вот такая вот тактика первые миссии там где требовалось столбу мансить то есть водить хороводы чтобы хотя бы часть отвлечь воевать чтобы придумывать какие-то там заграждения выдумываться значительно сложнее было чем здесь это сложность 500 все серьезно поставить на 800 точно так же проходится у меня просто до сих пор не стоит модификация ну в смысле более новая пропатченная версия потому что мне не нравится то что они сделали подсветку в тактических миссиях всех мест где нужно собрать очки все таки я считаю что пиксель хантинг это особенность это игрушки и это как бы одна из фишек и она не очень-то хорошо сделана можно было бы сделать лучше но мне вот это то что они пошли и навстречу большинству на нытью большинство не понравилось знаете надо иногда сказать большинству нет и до свидания вот как-то в этом плане ой 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 там где-то подходит близко да я смотрю с какого-то края но все прошло мимо это значительно легче чем даже вот предыдущая миссия была там где фанаты спартака их тоже было легко мочить давайте это будут фанаты зенита наверх вот они собственно тянутся идут или знаете эти как они называются продажные избиратели которые готовы за бутылочку водочки там за гречку что-нибудь такое проголосовать за кого надо собственно мы их отстреливаем так вот ну и ничего не делаешь офигительная миссия то есть в начале нужно мозговать там придумывать какие-то решения а тут вообще ничего не делаешь у этой игры есть такая штука что чем дальше тем легче миссии проходят но они времени больше тратят но при этом они легче проходятся вот так вот меньше пяти минут меньше пяти минут орда супер все необычайно сложно как я так воевал просто спотел я представляю как англичане против зулуса воевали их там сто тысяч вышло с копьями и этими щитами из кожи и англичане построились в корее просто залп 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 только чтоб патронов и пороха хватило вот и все в принципе французы точно так же воевали с арабами когда пошли в наполеоновских войнах в Сирию да открылись одинокий лес штормовой мыс значит штормовой мыс у нас здесь находится мост сверху из которого будет просто нереальная орда просто нереальная и на него обязательно нужны шоковые башни где шоковые башни вот плазменные сферы вот эти шоковые башни то есть это обязательно на эту миссию без этих шоковых башен ее пройти нельзя одинокий лес это у нас опушка где нету никаких врагов и нам нужно до 32 дня здесь написано 48 дней но 48 дней это всего миссия а волна пойдет на 32 день и соответственно к 32 дню нужно подготовиться никаких зомби вокруг не будет развивайся быстро вот и если бы на эту миссию было бы клево иметь вот как раз вот эту транспортировку камня потому что раскачка быстрее получается быстрее развитие но плазменные сферы тут тоже нужны потому что волна пойдет очень хорошая и ее тоже не особо выполнишь может ледяное озеро пойдем здесь богатая рыбалка здесь болотистая местность и холодная погода то есть плюс 15 минус 20 процентов скорость всех войск и плюс 15 энергии потребляют здания но у нас население 1500 уничтожит всех зомби и 64 дня на выполнение задания скорее всего я выберу именно ледяное озеро и в следующей миссии пойду разбираться с ледяным озером вот так вот и сейчас я наверное еще чуть-чуть слов скажу по технологиям развития я подумал тут еще немножко посмотрел и решил каким образом развиваться во первых действительно баррикады не имеют смысла это вообще всю технологию лучше пропустить но вот я говорил что типа может стоит посмотреть на эти самые вот проволоку нет не стоит смотреть на проволоку вообще не имеет смысла смотрите чтобы сюда проволоку открыть нужно 120 потратить а можно в принципе они одинаково стоят титан а титан по любому нужен потому что нужно открыть вольфрамовые инструменты да и вольфрамовая пила но у нас есть колючая проволока за 120 или мина за 120 мину мы уже видели в тактической миссии завод там Троцкий собственно ходил и привлекал толсточков на эти мины и мне мины очень понравились по сравнению с проволоками я в режиме выживания пробовал проволоку она вообще ни о чем а вот мины мины мне понравились и я думаю лучше брать мины чем проволоку или вот эти деревянные коля поэтому это интереснее также очень интересно химия взять урон солдатам плюс 20 процентов поскольку это основной атакующий юнит то это классная штука и вот здесь в поздних технологиях будет еще солдат урон атаки еще плюс 20 процентов что вообще клево то есть у нас будет атака у солдата плюс 40 процентов но первоочередно сейчас будет конечно плазменные сферы чтобы сильнее шоковыми башнями валить противников сейчас просто миссии таки будут где они обязательно имеются поэтому их возьмем и можно взять валюту то есть денег больше будет добываться либо механизированное хранилище соответственно будет больше ресурсов и храниться и добываться нужная нужная вещь уже возможно даже хранилище стоит взять вот так вот а потом потом уже можно валюту после валюты основное забрано и пойду в прокачку солдат то есть обязательно химию возьму просто обязательно плюс 20 процентов всем солдатам это и в начале атаки у меня есть один солдат плюс 20 процентов урона получит он и так так а так будет еще круче пойду в бетон потому что башня она ее можно использовать с ней связана одна тактика которую я вам не рассказывал потому что у меня не открыты башни башни надо строить не за стенками а наоборот впереди стенок знаете почему потому что у башни на 50 процентов больше здоровья вот если каменная стенка у нас 1000 здоровья то у каменной башни 1500 здоровья и соответственно она дольше держится если мы поставили впереди она дольше держится чем основная стенка вот так вот поэтому башни и железобетон который дает плюс 20 процентов всем каменным сооружениям это тоже полезно для обороны имеет смысл брать в усовершенствованную технику идти пока я не вижу потому что она дает нам ну нефтяную вышку и литейный цех 280 очков нету смысла пока в этом всем потому что нефть не на что тратить будет и соответственно литейный цех бессмысленный поэтому пока не буду рваться в усовершенствованную технику сюда смысл вообще пока не имеет смысл идти выполняем плазму взяли механизированное хранилище взяли собственно дальше пойдет валюта потом наверное транспортировку камня возьму возьму химию возьму прокачку вот этих штучек ну а потом уже можно наверное уйти в усовершенствованной технологии накапливать то что не обязательно как бы когда уже станет необязательной технологией можно копить и прокачивать в более крутые технологии в принципе что тут биохимия вольфрамовая вот эти рудники как-то вот так вот значит а по отыгрышу я подумал я не буду отыгрывать конкретного персонажа я немножко видоизменил я буду отыгрывать различных полководцев настолько насколько смогу играя у меня актерская конечно слабенькая но практика и критика этой практике что можно сделать лучше что как-то посмотреть это важно и именно это и развивает актерское мастерство поэтому собственно и буду пробовать дальше в этом направлении двигаться развиваться и построить серии по отдельные серии будут именно по отыгрышу полководцев наверное даже не отдельные серии а вот конкретно целая миссия будет посвящена отдельному полководцу там цезарю наполеону чингисхану там еще кому-нибудь ну великий полководцы различные таким образом пойдем а также будут видео еще одно видео по тактике потому что оказалось что понимаете я нахожусь в среде людей которые клево играют в стратегии и клево играют то есть там сложности 300 500 800 находясь в такой среде как там многие вещи кажутся само собой разумеющимися но тут я посмотрел игру людей которые не играют круто в стратегии не играют круто именно в и понял что некоторые вещи которые для нас сами собой разумеющиеся обычные люди не понимают поэтому будет еще одна серия по тактикам где я расскажу еще некоторые фишки о которых большинство не знает вот броню я не имею не вижу смысла для солдата плюс 20 процентов тут только атаки имеет смысл прокачивать как-то так и будет еще серия по сборная такая по коммунизму в США сегодняшнее состояние как там и что что на самом деле в коммунизме в США есть он продвигается и двигается вперед и узнаете подробнее о том что и как там на самом деле происходит на этом все серия получилась весьма короткая пишите свои комментарии пожелания оценивайте видео только революция только победа и и и и и и